я вернулся в санкт-петербург пару недель назад целую вечность я не был здесь с августа это не фасад петербурга совсем это вот его изнанка сейчас вы поймете что может произойти в нашу пост информационную эпоху в большом мегаполисе наступили стальные холода и все китайцы улетели из города остались лишь местные жители у кого только в интернете нет каких извращенцев вы то вам то не знать возможно один из них мой мужчины которые женщины наркоманы они поделились на два лагеря те кто делает клады и те кто их снимает я инородное тело в этом больном организме петербург вытеснил меня в девяткино но и здесь я вижу во что превращается этот город сейчас и ты узнаешь привет друзья меня зовут миша и обычно это канал про путешествия но не сегодня друзья если вы привыкли смотреть мои ролики про путешествия это видео выключаете я не шучу вот справа есть колоночка рекомендованные видео тыкайте на любое только не на это сегодня у нас будут не путешествия сегодня у нас жесткая социалка прям очень жесткая сейчас я расскажу подробнее мы в петербурге в одном из его безликих спальных районов ну в девяткино это не фасад петербурга совсем это вот его изнанкой сейчас вы поймете что может произойти вот в нашу пост информационную эпоху в большом мегаполисе рассказываю как сейчас я эту историю знаю есть на свете парень с клику хай хика и вот так вышло что он нашел в интернете несколько молодых парней совсем небольшого возраста там около 20 лет и у них проблемы с самоидентификации а именно с гендерной самоидентификации они не знают какого они пола точнее они знают что они не того пола которым родились короче это парни которые считают что они женщины на современном сленге это называется трап и вот он этих девчонок тире парней собрал аккумулировал в одном месте в новостройке в девяткино и кормит их женскими гормонами покупают в аптеке дает им женские гормоны ну чтобы эти парни поскорее превращались в тех кого они хотят но не просто так они зарабатывают деньги своим мужским тире женским телом и разумом короче они работают webcam моделями что это если вы не знаете то вы большой молодец возможно вам и не надо знать еще не поздно выключит это видео webcam модель это как бордель только клиент не приходит в него оффлайн не приходит туда своим телом физическим он просто заходит на специальный сайт в интернете где какой-то человек за деньги делает все что он захочет что захочет клиент то есть захочет клиент чтобы огурец кто-то засунул в какое-нибудь место и webcam модель с другой стороны монитора это делает потому что ей за это платят и вот вот эти вот парни тире девчонки они как я понимаю какая у меня информация сейчас есть они как раз этим сейчас зарабатывают потому что у кого только в интернете нету каких извращенцев вы то вам то не знать возможно один из них и вкусы у всех разные вот есть специальные извращенцы у которых вкус вот на таких ребят в общем я сам знаю только то что вам сейчас передал возможно есть какие-то еще другие обстоятельства мы сейчас это выясним вместе с вами вместе с вами пойдем на эту новостройку квартиру девяткина все узнаем узнаем зачем ребята это делают и где их родители в общем вместе с вами прямо сейчас в режиме лайфа это выясним досматривайте ролик обязательно до конца погнали а а а а а Вот здесь. Здесь, по идее, нас ждут, но это не точно. О, саламу алейкум. Приветики. Здарова, здарова, приветики. Мы пришли, давай я закрою дверь. А тут вот и ребята пришли. Здарова, привет, заходите. Видимо, все разуваются, надо последовать примеру, что мы и сделаем. Короче, маленькая квартирка. Студия же, да, считается? Студия. Студия, очень двусмысленное название. Прямое назначение. И квартира студия, да, и используется как вебкам студия. Приветики. Здарова. Здарова. Так, давай выключим. Приветики. Хика. Хика, здарова. Хрена. 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 А? Как тебя зовут? Меня зовут Алиса. Алиса тебя зовут? Да, привет. Здравствуй, Алиса. А тебя? Женя. Тебя зовут Евгения. Да. Верно? Тебя? Лиза. И тебя? Лиза. Лиза. Ну, а серьезно? Алиса? А ты серьезно? У нее нет члена? Да. У вас троих есть член? Да. Ой, блять. Все, больше этого вопроса не будет. Это просто, чтобы было понимание. Как вышло, что вы все вместе познакомились? Когда это вышло? Бля, ну смотри, короче, вот есть конфы какие-то сходочные, да? Кто есть? Сходочные конфы. Конфы есть. Знаешь междуреченскую конфу? Нет. Ну вот с Алисой мы познакомились, короче, я обхуюжилась, блять, с педами и наебенилась алкашкой, короче, начал постить свои, блять, голые фотки в какой-то, ну, конфу, блять, на 100 человек где-то, междуреченскую. Сходочная конфа, блять, на Питер и Москву. А. Ну, да-да-да. Алиса, короче, мне написала после этого. Ну, мы с ней типа познакомились, короче, заотношались, я ее перетянулась сюда. Что значит заотношались, уточни? Ну, блять, в смысле? Мы встречались. Постречались? Мы встречались с Лизой сначала. Да, потом, короче... Как пара? Короче, блять, ну да, ебались, типа все, только без ебли было. Ну, короче, да. В смысле ебались без ебли? Это как? Не, ну, бля, ну так. Папы, короче, они ебаться не могут, понимаете? Да. А вонах, короче, хуй не стоит. Да. Ну, можно же пейтинг там, то все. Да, не, ну, короче, у нас все отношения заключились с совместным употреблением веществ. А пара и вида. А, вида, главное, ебаться не хочется. То есть, как бы, в этом все проблемы. Короче, блять, они же... Ты же на быстрых сидишь, верно? Я на всем. Покажи вены. Вены покажи. Я не на камеру, блять. Да просто, просто покажи вены. Бля, вены. Все в подвалы, да и венка начались, блять. Не взоров. Симпатично, блять. Ты ни хера задув у тебя... Задув? Где? Это задув? Это нет, это шрам. Ну, там задувы у тебя. Ну, это да, блять, это я контроль. Фен, мефедрон? Фен, мефедрон, блять, соли, метадон. Я не бахаюсь, мефедрон. Ты буду тебе забахать. А ты что делаешь? Она зависала. Нет, я не бахаюсь. Ты вообще перестала бахаться? Ну, да. Я ее запущу. Только нюхаю. Только нюхаешь? Сейчас в отношениях находятся Алиса и Женя. Я в свободном плавании, как бы, всираюсь как только могу и жду возможности умереть, короче, от передоза. Она себя переопиливалась, у нее бывает. Ты хочешь умереть? Да. А почему ты с улыбкой об этом говоришь? Ну, так получилось. Ты обо всем с улыбкой говоришь? Да. А где твои родственники? В Могилеве. В Могилеве? Да, это в Беларуси. То есть ты с Беларуси приехала? Они знают, что ты сейчас женщина и чем ты занимаешься? Да, это да, знают. У нас очень хуевые отношения сложились и, ну, мой выбор был, короче, съебать весома нахуй. А, тебя выгнали или ты сама уехала? Сначала выгоняли, потом, ну, я возвращалась, типа, они уже так активно не выгоняли, но хуево все равно относились. В каком возрасте тебя выгнали? В семнадцать лет. В семнадцать? В восемнадцать. А, то есть как только ты стал совершеннолетний, тебя сразу типа валять сюда? Ну, не только. Ну, по факту через несколько дней после моего дня рождения это произошло. То есть там мы с ними посрались, ну, меня отпиздили, условно говоря. Родители? Да. Ага. И я собрал лишь, просто поехал в Москву тогда жить. А ты расскажи, как с родителями у тебя отношения? Так же? Ну, типа, отрицательно к этому относятся, но им пока очень плохо. Ну, как бы я просто приехал в Москву сначала, как бы. Да. Откуда ты приехал? Здесь Стаганрога. Стаганрога? Угу. Я люблю этот город. Ну, так. Там труссиланские скучные, как бы. Ты употребляешь женские гормоны? Ну, да. Уже месяцев восемь где-то так. И есть изменения какие-то? Ну, как бы, да, есть изменения. То есть, ну, я могу показать фотографию до, после, там, ну, как бы, есть изменения. А, ну, мы на монтаже опустим. Скинешь мне фотографию? Я могу скинуть. Да, скинь. Давай, покажи паспорт. Давай, давай. А, у тебя белорусский же паспорт, да? Да, да, белорусский паспорт. Да, да. Смотри, какой симпатичный мальчик. Офигеть. Давай его сравним, ребят. Просто сравните. Это сколько тебе лет здесь на паспорте? Нет, а хуй знает, здесь 16. Ну, ты уже она. Ну, да? Да. Нет, он по паспорту вполне себе. Ну, по паспорту понятно, да. Вполне себе мальчик Димон. Ты тоже употребляешь женские гормоны? Да. Каким образом? Что за гормоны? Лои, по сути, это, короче, противозащаточные. Противозащаточные? Ну, на деле там есть синегострадиола, немножечко антиандрогенов, короче. Ты их кушаешь, и, ну, у тебя подавляется тестостерон, и концентрация женских гормонов, соответственно, повышается. Ну, и, собственно, там, лицо феминизируется, тело немножко по женскому принципу начинает. А грудь может вырасти? Ну, выросла грудь? Да. Покажи. Чё, блин, значит, покажи, блядь. Покажи, покажи. Это, чё, блядь, уже начинается. А вот конкастинга, да, или что? Ну, покажи, я не буду показывать. Нихуя себе, блядь, нет, давай ещё, давай ещё. Давай ещё. Давай ещё. Давай сосочки покажи. Блядь, вот так сделай. Блядь, дай. Ладно, ладно, ладно. Здесь должна появиться мужская грудь, которая выглядит как красивая, женская, ну, примерно первого размера, с хорошими формами, такая круглая и со... Куда это я? Ну, в общем, она всё равно не появится, потому что YouTube заблокирует этот ролик. Я связался с менеджерами, администраторами YouTube, и они мне сказали, Миша, вот в таком контексте, как твой ролик, мы, мужские сиськи, заблокируем. Поэтому на YouTube этого отрезка не будет, но он будет в моём Telegram-канале, потому что там нет цензуры. Прямо сейчас или после просмотра ролика заходите и смотрите вот этот отрывок, ну и оценивайте эту грудь. Я там поставлю голосовалочку. Ссылка, либо под роликом. Поехали дальше. Ладно. Сильнее, подожди, подожди. У тебя же нет молочных желез, как оно вырастает? Есть, они формируются. Погоди, погоди. Они формируются, блядь. В смысле, откуда у мужчин, у них железы есть? Я тупой, серьёзный, я тупой. Я логию, блядь, учу, мудак. Гинекомастиза, блядь. Хорошо. Окей, хорошо. Да, вот, кстати, когда мужик, короче, пьёт, много пьёт, у него тоже молочные железы вырастают. Офигеть. Офигеть. Расскажи, как твои родители по всему этому относятся? А? Им по барабану будет, если не нужно. Не, не, я погоди. Им по барабану будет? Да, у нас отношение хуёвое с 10 лет примерно. Ты из какого города? Набережные Челны. Набережные Челны, это же Татарстан. Да. Класс, там КАМАЗ делают. Да, я работал на этом заводе. Ты работал на КАМАЗе? Да. Работала на КАМАЗе? Да. Серьёзно? Да. Прямо на заводе? Прямо на заводе. Собирал колёса. Чё, такие болванки по 10 килограмм, 20 я собирал. Как произошла эта трансформация от человека, который работает на заводе? Одно другому не мешает, там женщины работают. А, ты как женщина работала или как мужчина? Ты на мужской работе работала? Работала, да. Вокруг мужики были? И женщины тоже были. Ну вот колёса вот эти делали мужики или женщины конкретно? Твоя бригада? Это колёса мужики. И ты среди мужиков была? Да. В женском образе или в мужском? Там непонятно. В смысле непонятно? Вот сейчас ты в женском образе? У меня длинные волосы с детства, практически с лет 10 начались. И я выглядел примерно как девушка лет с 10, около того. То есть они не понимали ничего? Или как? Транзишн начался в Питере. Транзишн начался в Питере, а выглядел как... Как называется это? Транзишн? Транзишн, да. Переход. А выглядел как девочка лет с 10. И в чём заключалась твоя работа на КамАЗе, расскажи. Ну, блядь, вот короче, у тебя есть станорик по сбору колёс. И тебе дают балански, заготовки, ты собираешь эти колёса. То есть у кого-то из дальнобойщиков сейчас на КамАЗе есть колесо, которое сделала ты? Это верно. Это вообще потрясающе. Выглядело вот, сейчас покажу, вот так. Это ты? Да, это я. Это ты? Я. Офигеть. Ну, то есть в таком виде ты КамАЗ собирала? Ну, нет. Когда я собирал КамАЗ, мне не было бороды, на самом деле. Я выглядела более феминно. А сюда я приехала из-за того, чтобы была в отношении другой фан с девушкой, и выглядела для неё вот так. А, то есть она хотела, чтобы ты, типа, как Буча была? Или что? Нет, она просто одна обычная парня хотела. А, это обычная девушка была? Нет. Она тоже трансуха. Тоже трансуха? Но она не любит других трансух. После того, как я узнала, что Женя начала transition, она и бросила. Ты путаешься. Она меня бросила и после этого начала transition. Афигеть. Она ненавидит других трансухов. Ну, сама говорила с Владом Силькаре, фу драмы не язкие, никогда не хочу. Драмы какого-то супер высокого левела, которые я не понимаю. И вот ты теперь здесь работаешь вебкам-моделью. Периодически. А вы встречаетесь, да? Хоть раз. Давно? Не, давно. Ты, кстати, похожа на мою бывшую девушку? Да. Да. Маша Пахомова. А можете поцеловаться? Давайте. Офигеть. О, страсти сколько. Жесть, сколько страсти. Сейчас будет всё. Ребята бесплатно это делали, так что они тебя развилили. Офигеть. Офигеть. Ты чаще всего работаешь вебками. Расскажи, как это происходит. Включаешь вебку, ставишь как на обычный твич, это на голый, и всё. Сколько у тебя в рублях в неделю выходит? В неделю нет. Обычно в среднем за стрим 3... Тебе 8 тысяч. 8 тысяч. 3-8 тысяч за один стрим. Один стрим... 6 часов. 6 часов? 4-6 часов. Ты 6 часов огурцы себе в жопу пихаешь? Нет. Больше всего, ты просто сидишь, идёшь. Пока что-нибудь надо попросить сделать. Кика, ты же покупаешь все эти гормоны? Типа, как бы получилось так, что я ей поначалу... Первый парень? Да. Гормоны купила, объяснила, как троповать, и она потом начала. И всех научил остальных? Вот, например. Вот эта хуйня стоит сейчас. Дорожь золота, короче. Дорожь. Её сняли с производства. Что это? Прогенон-депот? Прогенон-депот? Здесь дорогая штука, сейчас вообще не достать. Судя по всему, ты индийская? Да, это самый эффективный телетип ТРТ из всех существующих. Мы его сняли с производства. А ты где берёшь его? Есть один чел, который это торгует, он по почте присылает. По почте присылает, извините? Да. Не, из Рашки где он покупает, я даже не знаю. Ты-то с какой целью здесь тусуешься? Давай, расскажи. Я выдаю себя за тёлку в интернете, я для этого даже поставил голос, он ходу мне проёбан. Ощущаю себя лордом-членодевкой. Да, я развожу мужиков на деньги в интернете. Каким образом? Просто ознакомлюсь с ними, пишу всякую хуйню, болтаю с ними в скайпе и так далее. На видео ты болтаешь с ними или без? Да, просто бой сами. А, они не просят видео? Нахуя. Ну я фотки кину и говорю, блин, наху видео-то. То есть типа на проезд, мне нужно к тебе приехать, вот это все тема, да? Не-не, просто прошу там, дай мне бургер купить, там ещё чего-нибудь. Ну иностранцев? Да не, русских. Русских тоже? Да мне немного надо. А девчонки зачем? Я так и не понял, а зачем ты здесь тогда? Я им объясняю, как короче тёлками быть. Ты хочешь таможи просто? А, вот, вот в чём дело. Да. Я объясняю схемы по каким трапповать, потому что трапы тупые, они ничего не понимают. А ты откуда знаешь это? Ты же не трапп. Я трапповал. А, ты трапповал? Да, для траппования нужен исходник хороший, короче. Исходник тела в смысле? Или что такое? Гены хорошие. Гены? Либо два варианта, либо нужны хорошие гены, чтобы тебя тестостерон не разгибал во время этого самого пубертата. Либо начать до четырнадцати. До четырнадцати, когда не сформировался ещё? Если техночные до четырнадцати, у них стопроцентные рейки. После двадцати шансы очень небольшие. Надо начинать с четырнадцати до восемнадцати, тогда более-менее всё. То есть ты советуешь, допустим нас смотрят ребята, которые считают себя женщинами, что им нужно сделать первым делом? Если им двадцать, то забыть нахуй. То есть ты такой сенсей? Там знаний, вот столечко, блядь. Какий раз человек достаточно поговорить, чтобы он понял все эти азы, ничего больше. Любая транслуха примерно знает столько же, но транслух ещё найти надо. Слушай, я верно понимаю, что у тебя не получилось стать полноценным траппом, и поэтому ты сейчас самореализуешься через этих людей. Это твоя мотивация это делать? Ну, например, это тоже. К чему всё это идёт? Нет, а от чего? Это гендерная дисфария у всех. Нет, к чему идёт вот эта твоя мотивация? Мы про тебя сейчас говорим. Мне нормально. Тебе просто нравится этим заниматься. Как относиться к таким людям, как вы? Убивать, убивать и убивать как дубин. Как обычным другим людям. Как обычным другим людям? Да, то есть ничем не отличаемся фактически кроме того, что меняем пол. Всё, это ничего не меняет. Но это же какая-то фундаментальный сдвиг в психике. Всё остальное, все остальные, ваши навыки социальные, когнитивные, они не изменились? Нет, абсолютно так же всё работает. Мне комфортнее так. Это не то, что я так, не то, что я так и хочу. Мне хотелось бы изначально родиться с девушкой. То есть, то, что так получилось, то, что мне просто пытались жить, так мне комфортнее. Хочу комфортно жить. То есть, я обычно такой же человек, я не хоть там такой человек. Ну, ты не считаешь себя инвалидом там? Нет, я считаю, что со мной всё нормально. У меня всё в порядке, просто мне так комфортнее жить. Ну, нет, смотри, инвалиды. Мне нравится. Инвалиды физически, они считают, ну, не считают, у них объективно проблемы с телом. У тебя тоже проблемы с телом. Ты не хочешь, чтобы у тебя был член? Тебя устраивает твоё тело? Ну, типа, когда полностью совершил переход, тогда будут устраивать. У тебя же всё равно не появится вагина. Нет, ну, это понятно, что ты можешь сделать операции. Ну, матка у тебя не появится. У тебя чувствительность не будет такой. Тело никогда не будет устраивать всю жизнь. То есть, ты привыкл, что тело тебя не будет устраивать всю жизнь? Ты тоже? Лучше будет всё равно, чем никак. Ничего не делать без тебя сегодня. Ты тоже? Что? Ты свыклась к мысли, что у тебя тело не будет устраивать всю жизнь? Да, разумеется, давно. И ты тоже, да? Ты вообще умереть хочешь? Девчонки, какая у вас мечта? Да, да. Есть мечта у вас? Ну, реально? Пересоздать, да? Мечта мне 25 граммов. Пересоздаться, как тянка? Я просто хочу жить комфортно. Может быть, не в этой стороне, а жить, как мне нравится. Ну, так, кажется, не очень. Мне очень не получается. Требина так вот хочется. Потому что... Ну, если простить, тяжело быть трапой, по-русски. А почему ты не переехал ещё? Ну, пока что не было, может, я к этому устрою не буду. То есть, не нужно, типа, денег. Конечно. То есть, ты хочешь переехать в другую страну, в Европу? В Канаду? Почему именно в Канаду? Ну, не знаю. У меня там ездили в Канаду. Которые уже переехали. То есть, там норм, да. И там, может, есть первое время. А ты? Угу. Ты хочешь переехать тоже? Да, было неплохо. А что тебе мешает сейчас? Как минимум, наличие военной обязанности. А, то есть, ты не выездная? Да. Блин, а представь, в тебя в армию заберут. Это же вообще полный ответ. Ну, не сложно. Я вот думаю, как будет, если я придумаю КамАЗ в юбке и в колготках, как обычно делают. Что они мне скажут? Пока я монтировал этот ролик, пришла шокирующая новость. Женя, вот эта самая Женя, которая работала на КамАЗе, умерла после передоза. Это последняя ее фотография сделана за сутки до смерти. А ты обычно в юбке и колготках ходишь? Сейчас нет. Ну, летом, в смысле, по улице. Ребят, просто в комментариях напишите, что, во-первых, думаете по этому поводу, что бы вы хотели сказать девчонкам или мальчишкам. Они прочтут эти комментарии, если они не прочтут эти комментарии, я сам передам. Возможно, вы с ними продолжение, где они будут отвечать на ваши вопросы. Что вы думаете в целом об этой ситуации? Да. Что вы думаете вот об этом парне? Хорошо. Да. В общем, как видите, получился не привычный ролик для моего канала. Это не путешествие географическое, это путешествие в другую реальность. Здесь реально другая реальность. Трансгендерная реальность. Да, и трансгендерная реальность. Здесь мужчины, которые женщины, наркоманы, которые... Выглядит... Наркоман. Наркоман. Короче, пишите в комментариях, скиньте этот ролик своим друзьям. Пусть они тоже напишут, посмотрят его и напишут, что они думают. Распространяйте ролик, ставьте лайк, дизлайк. Неважно, как-то отреагируйте на это видео. Скидывайте друзьям, подписывайтесь на канал. Девчонки, скажите пока. Пока. Пососитесь на прощание. Целуйтесь, целуйтесь, целуйтесь. Ну, это все? Да хватит уже, хватит. А где вы занимаетесь сексом? В туалете? Нет. Прям здесь? Здесь нельзя. А, прям здесь? Видимо, мы в нашем месте как-то занимались. Блядь! Я отбисываюсь. Это все спускайся нахуй, блядь! И... Стулом, блядь! Сьёбайся нахуй, блядь! Нет, блядь! Всё, блядь! Всё, придешь, блядь! Дай, 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 дай я ещё раз. А вот моя куртка, блядь! Я здесь! Я умеру! Совсем начались разборки какие-то, бытовуха. Да, сейчас резать начнут. Пойдём мы, пожалуй. Знаете, эти девчонки...